Здравствуйте, уважаемые зрители! Это юбилейный сотый ролик на канале Видеополит. В связи с этим я решил данное видео сделать в немножко необычном формате. Мне хочется рассказать больше о себе, о своем канале. Но я понимаю, что мы все живем в очень прагматичном обществе, и сейчас время самый драгоценный ресурс. Поэтому я поставил себе задачу, создавая это видео, сделать его таким, чтобы вы обязательно смогли извлечь для себя практическую пользу. Мы обсудим, почему люди становятся блогерами, я расскажу свою историю. Также расскажу о том, почему мой канал политематический, а не заточен под какую-то одну тематику. Ну и также мне бы хотелось рассказать о тех ресурсах, которые помогли мне в том, чтобы создавать канал, чтобы быть более компетентным, как автор на YouTube. Поговорим также о YouTube Shorts. То есть я бы хотел поделиться тем небольшим опытом, который имею при создании этих роликов, и рассказать, как эти короткие видео, которые недавно ввели на YouTube, помогли мне в развитии данного канала. Также поговорим и о мотивации, что поможет не опускать руки, когда канал развивается не так быстро, как бы нам хотелось. Ну и в заключении подведем небольшие итоги. Ну и прежде чем перейдем к данному обсуждению, хотелось в первую очередь сказать большое спасибо, уважаемые зрители. Большое спасибо вам за то, что вы смотрите данный канал. Ведь как для музыканта важно, чтобы его произведения не были просто нотами на бумаге, которые лежат в столе, а чтобы они звучали на концертах. Как для художника важно, чтобы его картины не просто где-то в шифонере лежали, а чтобы их люди смотрели в галереях. Так и для блогера очень важно, чтобы его ролики не просто где-то на дисковом пространстве компьютера хранились, а чтобы люди их могли смотреть и, самое главное, извлекать для себя полезную информацию. Поэтому большое человеческое спасибо вам за то, что вы смотрите мой канал, за то, что вы комментируете ролики. Спасибо за ваши советы. И поверьте, я вам очень за это признателен. Я благодарю вас за конструктивную критику. И я никогда не отвергну здравый совет, если он поможет мне улучшиться. Так что спасибо и за ваш фидбэк. Спасибо также и хейтерам за то, что вы смотрите эти видео, потому что благодаря вашей деятельности я могу увидеть, в чем мне нужно улучшаться. Ну и перейдем к первому вопросу. Почему я решил стать автором на YouTube? Если сказать прямо, я не знал, что буду вести свой YouTube-канал. Работал в телекоммуникационной компании, после окончания университета, полный рабочий день, должность инженера, большая загрузка, потом была должность заместителя начальника участка, а по факту исполнял обязанности начальника участка. Ну а потом я ушел с Укротелекома и со временем стал работать в общеобразовательной школе, которая имела свой веб-сайт, на котором необходимо было выкладывать видеоролики. Дисковое пространство сайта не позволяло заражать объемные файлы, поэтому назрела цель, чтобы ролики вылаживать на YouTube и просто потом вылаживать их на данном сайте школы. Ну и не помню, как получилось, скорее всего, что-то надо было сделать быстро. Я решил заражать ролики на свой канал, то есть у меня был Google-аккаунт. Но когда прошел год, то я понял, что все-таки неправильно для общественной организации, чтобы был личный аккаунт, даже хоть это и айтишник делает. Поэтому в 2014 году я создал канал для школы, перезавил туда видеоролики, и в итоге этот канал, который на данный момент называется как «Видеополит», оказался пустым. Ну и создавая ролики, я заметил, что мне нравится сам процесс. Мне пришлось, конечно, этому учиться. Я обучался на основе программы «Пинакл Студия 14», но я заметил, что мне нравится этот процесс. От самой идеи до момента выкладывания ролика на YouTube и его оптимизации. Эта часть моей работы как бы была мне в удовольствие. Я подумал, почему бы и мне не вести свой канал, если мне нравится это. Ну, как бы я не знал, о чем снимать. Но со временем все-таки приобретенный опыт и изменившиеся жизненные взгляды, в связи с тем, что люди взрослеют, меняется взгляд на жизнь, привели к тому, что я все-таки решил вести свой канал. Я сразу решил, что он будет поли-тематическим. Почему? Ну, так, конечно, на YouTube не принято. Это больше такой подход для Instagram. Например, автор Денис Чуфаров, который имеет канал Study Music на YouTube, он также имеет и канал онлайн-гитар-академии, в котором рассказывает об игре на гитаре. По сути, и то, и то музыкальное видео, и можно было все слить в одну кучу, но он разграничен. Ну, просто Денис полностью поглощен музыкой. А я другой человек, поэтому я понимаю, что если я буду зациклен на одной теме, то ли это музыка, то ли это электроника, я быстро перегорю. Поэтому я решил снимать ролики на разные темы. Может, конечно, это немножко по-детскому, по сути, взрослые, это большие дети. Ну, я понимал, что это будет мне служить мотивацией. Поэтому на данный момент я вылажу разные видео. Конечно, поначалу я был в поисках и про органическое земледелие, и про дропшиппинг, и про фриланс. Вылажил, но потом я понял, что все-таки этот круг тем нужно сузить. И в основном я решил на данный момент сконцентрироваться. Это музыка, в частности, гитара, музыкальная электроника, у которой уже есть видео, обзоры с Алиэкспресс, также будут ролики и тесты по русскому языку, которые сейчас уже немножко задерживаются, потому что я все, как бы, хочу писать грамотно. А как известно, самый лучший способ узнать, свою информацию или нет, это поделиться не с другим. Поэтому, создавая тесты, я в первую очередь учусь сам, и делаю полезное для других людей. Как бы это мое основное направление. Ну, и, конечно же, будет и IT, поскольку я работаю инженером-электронщиком, и эта тема мне профессиональная, тоже интересна. Мы там живем, увидим. Поэтому мы подошли к второму вопросу. Мотивация. Что должно быть мотивацией? Я сразу для себя определю, что для меня они будут ключевым фактором, это большое количество просмотров, подписчиков и тому подобное. Потому что я знал, что если такого не достигнут, я просто потеряю интерес. Я, по сути, начинал канал из благодарности, кроме того, что мне это было интересным сам процесс. Мне по ходу своей работы приходилось смотреть различные видеоролики, в которых я искал полезную информацию по настройке компьютеров, принтеров и так далее. Поэтому думаю, почему бы мне не выкладывать полезную информацию, так сказать, в знак благодарности, быть полезным людям. К тому же мне этот процесс нравится. И это помогает мне и сейчас. На данный момент, хотя частично мой канал удовлетворяет требованиям монетизации, количество подписчиков больше, чем 1000, нет предупреждений, но количество просмотров на данный момент, оно маловато. Не достигает 4000 часов за год. Поэтому монетизации нет. Я с этого канала ничего не получаю. Если вы видите рекламу, это просто YouTube сам не вставляет. Я с этой рекламы ничего не имею в денежном варианте. Я даже влаживаюсь в канал, пришлось купить стойку, этот репод, микрофон для смартфона, ну и так далее. Ну, по сути, как бы, меня это не останавливает, и моя монетизация не является, конечно, главным фактором, но тем не менее, если бы она была, я смог бы больше времени уделять каналу. Но суть не про это. Поэтому, если вы решаете вести на канале, думаете, вести канал на YouTube или нет, то сразу хочется сказать вам, не всегда будет ясно, получится ли это у вас. Как в моем случае. Попробуйте снять несколько видеороликов, сейчас благо телефоны эти позволяют, и выложить их на YouTube. Может, даже в ограниченном доступе отправят ссылочки знакомым, и вы поймете. Задумайтесь над теми чувствами, какие вы испытываете при создании ролика. Нравится ли это вам? Или же для вас это рутинно, и вы думаете, ну когда я, наконец, выложу это видео, чтобы потом заниматься любимым делом? Если это не ваше, лучше не мучайте себя, займитесь чем-то другим. Например, одно время я думал заниматься копирайтингом, но потом я понял, что писать вот эти тексты, подзаточенные ключевые фразы и так далее, ну не мое это. А мне это тяжело. А вот такой свободный формат создания видео, вот это то, что мне нравится. И будьте реалистичны, тогда вы не разочаруетесь. Ну а что поможет мне забросить канал? Опять-таки, это понимание, для чего вы это делаете. Самый главный фактор, вообще, вот я считаю, при создании, при ответе на вопрос, смогу ли я стать блогером, смогу ли я, так сказать, удержаться на этом, это желание. Если у человека есть желание, он ищет возможности, как говорит известная пословица. А если нету желания, то он ищет отговорки, чтобы не делать ту или иную работу. Я когда начинал, у меня, по сути, не было своего компьютера, потому что все гаджеты вышли из строя, пришлось делать на другом компьютере, монтировать видео. У меня не было телефона с нормальной камерой, снимал на Lumia, 535-ю, а там нету даже HD-разрешения. Это на данный момент у меня смартфон с Full HD-камерой, в которой я ролики могу в таком формате снимать. Но у меня было желание. Поэтому, если у вас есть желание, все можно преодолеть. Теперь немного поговорим о ресурсах. Что, где я искал полезную информацию. Мне очень помог канал Сергея Войчука. Этот парень сотрудничает с YouTube, тестирует различные функции, которые потом решают, внедрять или нет. Также у него есть фирма своего рода, где он ведет навы, помогает их раскрутке. И вот на его канале на YouTube есть очень много полезных роликов, которые помогли мне оптимизировать мой канал, благодаря которым я понял, как надо снимать ролики, чего не стоит делать. Естественно, это академия для авторов, для YouTube. я даже прошел по первому вступительному обучению тест, получил сертификат, но дальше не пошел, потому что времени просто нет. Ну и, конечно, канал YouTube Креаторс, на который я подписан, и вам советую подписаться. Он тоже очень хороший, данный канал, поэтому можете вам там извлечь много полезной информации. Также возникает вопрос, а появляться ли на камеру или просто снимать видео в формате скринкастов и слайд-шоу музыкальных и других? Лично я сначала не спешил появляться на экран. Не всем, да, нравится, когда критикуют человека за его внешность, и какая бы у вас внешность ни была, обязательно найдется тот, кому вы не нравитесь, или что-то еще, кому-то не нравится фон, на основе которого сзади снимают и так далее, но со временем понял, что все-таки иногда полезно появляться, потому что, когда люди видят в лицо автора, ты когда видишь человека в лицо, ты начинаешь понимать, что можно было заглянуть ему в глаза, пусть хоть через камеру, но увидеть, что там скрывается, и как бы так строятся более доверительные отношения. Поэтому я периодически, например, как в этом видео, снимаю ролики, в которых появляюсь на YouTube. Некоторые задают интересуются, что именно такой вид официально деловой. Там говорят, одень футболку, шорты, джинсы, зачем это все? Опять-таки, мне это приятно. Это естественно для меня. Ну и как сказать, если посмотреть, то, например, ведущие различных телешоу, там, серьезных, дикторы, там, новостей, они тоже, как бы, в серьезном официальном наряде. Поэтому, как бы, это мой стиль, сказать, своего рода моя визитная карточка. Так меня узнают, но и мне так удобно. Ну и немножко поговорим о YouTube Short. Я узнал также об этом на канале Сергея Войтюка. Эта информация перекликалась и на других источниках. И должен сказать, что YouTube Short оказал мне очень хорошую услугу. Одно из видео хайпануло, хотя, конечно, более разный на него реак, конечно, это не принесло мне просмотров особо, но благодаря этому мне появилось первое тысяча подписчиков. Люди начали подписаться на мой канал, узнавать о нем. Это была своего рода бесплатная реклама от Google. А благодаря этому я смог открыть вкладку сообщества и дополнительно публиковаться. Я благодарен YouTube за эту функцию. Также я эти ролики могу выкладывать на TikTok. Это как бы является таким дополнительным трафиком по привлечению зрителей на YouTube. потому что Google Ads или какую-то другую рекламу я не использую все за тем, что канал не приносит неприбыль. Ну и также что мне нравится в YouTube Shorts это то, что ролики короткие. Конечно, краткость астроталанта приходится так нехорошо подумать, чтобы в одну минуту вложить такую важную информацию, чтобы ты обозначил тему, раскрыл и завершил. Но тем не менее такие ролики намного быстрее монтируются, чем, например, вот этот длинный ролик. А учитывая то, что я живу в частном доме, угловой, который, травы косить очень много, огород есть, двор, к тому же со всеми длинными обстоятельствами приходится и разную другую домашнюю работу выполнять. Я занимаюсь общественной деятельностью, ну и как и все здоровые мужчины, я ни у кого не сижу на шее, а работаю. Поэтому это все отнимает много времени. И бывает такое, что идут накладки, и ты понимаешь, что длинный ролик просто не успеешь выложить. А YouTube любит регулярность. Поэтому именно такой формат коротких видео он помогает иметь быть регулярным в публикациях на YouTube. И я периодически планирую и дальше выкладывать эти ролики в формате shorts, хотя, конечно, понимаю, что просмотров по сути они не приносят. Ну и поговорим немножко о перспективах. Стоит сказать, что я не ставлю цель, чтобы YouTube был моим источником дохода. Немножко не та история. У меня канал более такой серьезный, образовательный, сейчас, конечно, те, кто хотят заработать на просмотрах, как я наблюдаю, они идут на то, чтобы развлекать зрителей. Яркий пример это канал Гитара с нуля, где Роман Конограя вылаживал обучающие ролики, потом стримы свои, которые перезабил на другой канал, а сейчас он всякие челленджи вылаживает. Его тоже понять можно, человек семейный, трое детей, поэтому учитывая, что больше полмиллиона подписчиков, использует как бы то, что YouTube требует, как бы подстраиваться. У меня же канал более образовательный, я его планирую, и этот YouTube канал, как бы сопрягав с другими интернет-ресурсами, которые в комплексе будут взаимодополнять и помогать друг другу, но оставлять его пока весь не собирает. Мне бы хотелось узнать о том, какие ролики были интересны вам, что вас привлекло на канал, какой ролик вам больше всего понравил. Конечно, я понимаю, что не всегда зрителям моим легко понять, какой ролик будет следующим, поскольку канал, например, есть и музыкальный, ты понимаешь, что следующий ролик точно будет музыкальный, а у меня самые разные темы, и отчасти это может быть и служит причиной, что как бы не идет рост подписчиков. С другой стороны, уважаемые зрители, если так посмотреть, то если проанализировать как бы состояние фида подписок у среднестатистического пользователя YouTube, то там же не только на одну какую-то тему, если, например, это учитель, женщина молодая, то у нее будет и на педагогическую тему, и на тему, связанную, может быть, с какими-то женскими вопросами, и музыкальные темы, и так далее. Если это мужчина, это может быть там, а кроме его профессиональных интересов футбола, автомобиля, рыбалка или что-то еще. Так, если люди смотрят разные каналы на разную тематику, то почему плохо, что в одном канале есть несколько роликов на разные тематики. Поэтому я очень вам признателен, что вы смотрите это видео. Также я заметил, что по статистике большинство зрителей, которые смотрят этот канал, это новые зрители, а не те, которые смотрели раньше. Поэтому, пожалуйста, если вы посмотрели какой-то ролик на моем канале, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, так вы не пропустите уведомления о выходе нового видео. Если, например, видео выше не в той категории, с которой вы ожидали, то, пожалуйста, не спешите отписываться, потому что я стараюсь ролики как бы чередовать на одну тему, другую, третью, и потом снова к первой возвращаясь. Я надеюсь на ваше понимание, я думаю, после того, как вы больше узнали о моих обстоятельствах, то поймите лучше, почему так или иначе веду канал. В любом случае, я жду от вас фидбэк, ведь благодаря ему канал сможет изменяться именно и улучшаться, именно так, как бы вы хотели. Конечно, будучи реалистом, хочу сказать, что все просьбы, как бы, рекомендации применить не получится, потому что есть свои нюансы, но тем не менее, если это был какой-то здравый совет, который будет эффективный в развитии канала, я от него не откажусь. Так что, большое спасибо, что вы смотрите канал Видеополит, желаю вам всего хорошего, спасибо, что досмотрели это видео до конца, до новых встреч на YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok